Мы в этом году вели практику общения с главами поселений для того, чтобы, что называется, сверить карты, как доходит сигнал до глав поселений, какие есть сложности в взаимоотношении, как работают два ключа, как вы взаимодействуете с нашими службами, подразделениями администрации района, все ли в порядке, все ли получается. Как рассказал Родион Трошин, все работы по ремонту внутриквартальных дорог и дорог общего пользования уже завершены. В общей сложности было приведено в порядок более 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна. У нас поступают жалобы, поступают обращения, но мы считаем, что это закономерно, потому что поселение, близко расположенное к городу Москве, активно развивается, это и дорожная деятельность, строительство, и зачастую жалобы поступают именно по вопросам временного неудобства, то есть стройка практически кипит везде. Это и соседство с инновационным центром Сколково тоже дает знать. В целом мы сейчас понимаем, что те работы, которые завершаются, они расшивают многие проблемы и транспортные проблемы. В 2016 году доходы городского поселения Ново-Ивановское составило 332 миллиона рублей. В основном это средства от поступления с земельного налога. Родион Трошин добавил, что в прошлом году произвели капитальный ремонт трех домов в поселках Заречья и Ново-Ивановское. Кроме того, в рамках губернаторской программы в поселении с начала года было отремонтировано 11 подъездов. Еще в 23-х работы завершатся к концу лета. Самые проблемные подъезды будут у нас отремонтированы. Это вот как раз так называемый старый поселок. Это три дома Калинина 2, 4, 6. Это вообще 50-е годы постройки. Ну и остальные дома это хрущевки. То есть пятиэтажки панельного типа, которые как раз наиболее... Скажем, где в основном ужасные подъезды. Да, наиболее изношенные. В поселении продолжаются работы по созданию современной парковой зоны на улице Мичурина. А также проходит реконструкция детских и спортивных площадок. В прошлом году было установлено 36 опор уличного освещения с энергосберегающими фонарями. Обустроены прогулочные дорожки с урнами и лавочками. Высажено более 2000 зеленых насаждений. По прозвам жителей вдоль Можайского шоссе власти установят шумоизоляционный забор. У нас взаимодействие строится очень конструктивно. Это не просто слова Андрея Робертовича. Это всегда конкретная поддержка. И за примерно три года, благодаря поддержке Андрея Робертовича, у нас появился и садик, и стадион, и теннисные корты, и хоккейные площадки. То есть эту поддержку мы чувствуем постоянно. В 2017 году в Ново-Ивановском поселении будут реализованы губернаторские программы «Безопасный город», «Доступная среда», программы социальной поддержки населения. Кроме того, продолжится благоустройство детской площадки на улице агрохимиков и территории возле храма. Завершатся работы в часовне в честь иконы Божьей Матери. Особое внимание власти планируют уделить сносу незаконных торговых объектов.